Всем привет! Сегодня я нахожусь в Осло, в Норвегии, и хочу показать вам сегодня отель Scandic Soli, в которой я заселяюсь. Я сняла здесь номер на две ночи, эконом-класса. Это отель 3 звезды, находится в центре, поэтому интересен для рассмотрения. Пойдемте со мной, сейчас покажу номер. Вот такое лобби здесь в отеле. Здесь есть такие уютные диванчики, чтобы можно было просто посидеть. И здесь ресепшн. У меня номер 546, кстати говоря, лифт работает только по карточке. Вот и мой номер. Сразу со входа видно, что номер достаточно интересно выполнен, и он очень симпатичный и милый. Сейчас сразу вам покажу комнату. В комнате вот такая большая двойная кровать. Есть интересные тканевые лампы. И плюс дополнительно еще, помимо такой вот лампы, есть еще и лампочки для чтения. У каждого человека есть по тумбочке. Дополнительно есть кресло со столиком. И телевизор. Также есть рабочий уголок. Возле входа есть вот такое замечательное зеркало. Вешалки для одежды. Их тут три. И дополнительно еще вот такие крючочки, если вам не хватило. Два бокальчика. Так, шкаф как раз открывается. И здесь прячется у нас отлично гладильная доска и утюг. Достаточно удобно выполнена прихожая рядом с дверью, потому что можно присесть на этот пуфик. И плюс дополнительно пуфик открывается. И сюда можно положить вашу сумку, чтобы она вам не мешала. Что касается уборной. Уборная традиционная достаточно. Здесь есть все необходимые удобства. Два стаканчика. Полотенце. Есть фен, что немаловажно. И что касается ванных принадлежностей. Мыло. Гель для душа и шампунь. Расположены в таких милых дозаторах. Блин, моей печали нет предела вообще. Смотрите. На полотенце волос. То есть, ну, по сути, это грязное полотенце. И нас двое. А тут всего два полотенца. Одно для лица и одно для тела. В общем, я только что с ресепшена и пожаловалась на мою проблему. Мне сразу принесли извинения. Сказали, что, скорее всего, уборщица, может быть, забыла поменять. Что номер, в принципе, она помыла. А вот с полотенцами беда. Мне дали полный комплект полотенец чистых в этот раз. Для двоих человек. Поэтому, в принципе, ну, мою проблему разрешили. Но, конечно, осадочек такой немножко остался. Поэтому, ну, всегда, когда вы заезжаете, сразу смотрите такие моменты. Если вас что-то не устраивает, обязательно обращайтесь на ресепшен и улаживайте свои проблемы. Еще у меня в номере есть вот такое большое-большое-большое окно. И сейчас посмотрим, какой же у меня здесь вид. Ну, вид, к сожалению, ну, никакой. Он на улицу, где припарковались машины. Но, в целом, хорошо, что есть окна. И особенно радует, что одно из окон открывается. То есть, можно получить свежий воздух. У меня в гостиницу еще включен дополнительный завтрак. Поэтому сейчас я вам его хочу показать. Здесь есть различные огурчики, помидорчики. Красная рыба в разных ее проявлениях. Личина. Несколько видов сыра. Кстати, это корчевый сыр производится здесь, в Норвегии. Яйца, бекон, колбаска, бобы, картошка. Ну и сосиски. Достаточно много свежеиспеченного хлеба. Джена. Моя любимая секция. Блинчики. И моя еще более любимая секция. Это фрукты. Здесь их очень много. Здесь есть и ананасы, и дыня, и яблочки. И даже арбуз. Есть секция йогуртов рядышком как раз. И различные топпинги, даже орешки. И попить можно кофе, чай, молоко и сок апельсиновый либо яблочный. Что еще очень радует, здесь есть целых два вида детокс-продуктов. Это огурец с водой и дыня с водой. Вот такой шикарный завтрак получился. Ну что я могу сказать, друзья, об этом отеле? Да, действительно, отель достаточно неплохой. Очень хороший, великолепный, я бы даже сказала, завтрак. Я не только наелась, но еще и насладилась всеми вкусами, которые там были представлены. Действительно, очень много фруктов. Фрукты я очень люблю. Что касается условий, в принципе, все достаточно неплохо. Жаль, конечно, что впечатление смазал этот инцидент с полотенцами. Не знаю, сталкивались ли вы с такой проблемой. Если вы столкнулись с такой проблемой, то обязательно пишите в комментарии. Мне будет очень интересно почитать, что вы делали, как вы боролись. Вы меняли номер или меняли там полотенце, или меняли какие-то другие условия. Но в целом у меня больше плюсов, чем минусов по этому отелю. И я бы, наверное, рекомендовала его для остановки, потому что буквально в паре кварталов находится Королевский дворец и многие достопримечательности Осло. А на этом у меня все. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Всем до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok